Женщины говорят, как мне перестать толкать мужа, мучить его, говорить, что ты не такой, тебе надо стать таким. Как мне перестать вот это делать и сделать так, чтобы он стал таким? Хороший вопрос, классный. Слушайте меня внимательно. Есть стадии развития женщины, побеждающей судьбу. Эти все стадии зависят от силы любви в ее сердце. И знайте, что всегда они зависят также от ее возможности иметь отношение с Богом. Всегда возможность любить дает больше силы и больше, больше и больше. Первая стадия развития женщины — это способность просто мужу говорить правду без злобы. Потому что есть два типа женщин. Одни из них просто молчат. Это самые слабые женщины. А есть те, которые посильнее, а не говорят со злобой. И это всего лишь стадии. Та женщина, которая просто молчит, когда она уже стала сильнее, она неожиданно начинает ворчать. Мужчины думают, я же не такую взял себе замуж. Я взял смиренную. Почему она теперь над меня начинает ворчать? Следующая стадия развития. Сначала женщина вообще не может ничего сказать, она боится просто потерять мужа, семью. Она думает, что он ничего не услышит, просто будет другую себя найдет и бросит. И это правильно. Разумно, так надо думать, это хорошо. Потом женщина, когда обретает больше, глубже отношения с мужчиной, она начинает на него ворчать, потому что чувствует, что не бросит. Тоже правильно, классно. Теперь следующая стадия. Это скачок в отношении. Без Бога невозможно этот скачок сделать. Личных сил не хватит ни у кого. Если женщина молится Богу каждый день, служит Ему, думает о святости, о святом человеке, о Боге, о священном писании, поклоняет священному писанию. И слушает его от возвышенной личности. Ну, то есть, когда женщина занимается вот этими всеми вещами, то в этот момент поступает удивительный момент. В ней появляется возможность внутренняя сказать правду мужчине, мужу, спокойно, без любови. Это очень трудно сделать. Очень трудно сделать. Штыки означают без любви. Когда женщина говорит спокойно и с любовью, у нее есть только два варианта. Сделать вид, что он не понял. Первый вариант. Второй вариант — понять. Первый вариант означает, что он тоже понял, но ему трудно принять это пока. Это значит, что нужно много раз сказать только и всего. А второй вариант означает, что уже достаточно, не надо говорить много раз. Зачем забивать тот гость, который уже вошел по шляпку в стену? Будет биться просто стена от этого. Пускай успокоиться надо и просто все, ты свою работу сделал. Потому что иногда женщина говорит, вот видишь, я тебе говорила, я тебе говорила, я тебе говорила. Все уже, зачем? Будьте мудрее. Но вот то, что я сейчас сказал, мои хорошие, это недостижимая вещь. Потому что, когда человек делает что-то с любовью, знание всегда входит в сердце и всегда меняет его. Вопрос, сколько любви ты будешь вкладывать в него. Вот, допустим, у меня недостаточно любви, чтобы вам объяснить. Что у вас очень много знаний внутри. Но я могу потихоньку. А? Видите, вы со мной спорите, означает у вас очень много знаний. Но я потихоньку могу действовать. Я могу потихоньку с любовью вам говорить, говорить. И постепенно вы начнете слушать мои лекции. Так и мужу надо точно так же делать. Нужно просто потихонечку. Потому что мужчина, он сильный, у него много силы внутри. А если он слабый, тогда... Мне говорят, почему до тебя не доходит, женщины говорят. Потому что он мужчина. Если ты хочешь, чтобы доходила, ну выйди замуж за женщину тогда. В нее сразу будет доходить. Он сильный очень, он мужчина. И до него доходит очень медленно. А почему? А для того, чтобы женщина развивала в себе любовь. Вот для этого мужчина сильный. Женщина, которая развивает в себе любовь, она говорит очень нежно, мягко. Не имеет значения, не желает прямо непосредственной победы сейчас. Она знает, что всегда все движется потихоньку в жизни. И поэтому она говорит, пожалуйста, положи носки вот сюда. Чистые вот здесь, грязные вот здесь. Она знает, что завтра ничего не будет. Но она продолжает это делать. И в какой-то момент носки вдруг кладутся куда надо. И когда муж говорит, да я всегда так клал. Она не удивляется.